Проект «Сила в людях» стартовал в нашем регионе совсем недавно. Его цель – рассказать забайкальцам о выдающихся земляках, прославивших свою малую родину трудом, победами и высокими достижениями. Одним из его участников стал герой России, лётчик-космонавт Евгений Тарелкин. В Забайкалье он родился и жил практически до школы. Его отец, военный лётчик, служил в одном из авиаотрядов «Забвом», а потом получил перевод в Подмосковье. Впервые с тех пор малую родину космонавт посетил в мае 2018 года. И визит этот вспоминает с теплотой. Прошлый приезд. Меня в первый день, я вот как самолёта сняли, и повезли в Первомайский. И у меня ассоциация с родиной, причём, правда, вот такое ощущение в прошлый раз у меня было, что я как вот в детство впал. Причём до того дошло, у меня был такой казус в детстве, я язык себе оторвал практически. Было там лет пять. И, ну, все дети, они же зимой, когда выходят, они пытаются лёд лизнуть. Вот это вот для выбивания ковров, такая вот как буква «Я», и она до сих пор стоит. Меня когда туда привезли, я увидел вот эту вот металлическую конструкцию. Я сфотографировался с ней вот так вот, как тогда было. Естественно, родителям сразу отправил там. Местная администрация сказала, что назовёт вот эту вот конструкцию имени Тарелкина. Своей профессией Евгений гордится. Говорит, для него полететь в космос – и мечта, и высшее в жизни достижение. В отряд кандидатов космонавты проходят жесточайший отбор. Лучшие из лучших – инженеры, военные, учёные – должны не только обладать хорошим здоровьем, но и целеустремлённостью, чтобы пройти все испытания. Но главное из них заключается в том, что из всех кандидатов в космос летит примерно одна четвёртая часть. Правда, значимость полёта в космос для себя лично Евгений понял уже, вернувшись на Землю. Я когда корабль зашёл, я первый как раз туда вошёл перед стартом, связь включал, вот это всё вот, ток подавал. И здесь пульс был такой, у всех там, грубо говоря, там 140 долбило там вот так вот. Я боялся, вот как оказалось, того, что вдруг что-то случится и не пустят. А когда люки закрылись и всё вот это задребезжало, и вот всё загромыхало, пошла перегрузка, у меня пульс до 60 упал, даже там 59, говорят. И у меня там, с тобой всё в порядке? Ты там не умираешь? Я говорю, не, я успокоился. Когда Евгению предложили стать участником проекта «Забайкалье. Сила в людях», он принял его с интересом. Говорит, это для него большая честь. А победа в нём почти как полёт в космос. Анна Хвостова, Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Время новостей.